Всем привет! Хочу сегодня с вами поделиться какими-то своими осознаниями по поводу денег. Кому знакома такая ситуация, поднимите руки. У меня всегда происходит так, что мне сколько денег не дай, я всё потрачу. Я хочу, хочу и то, и то, и то. Я всегда бегу впереди паровоза, у меня куча желаний, что я хочу купить и так далее. И если деньги пришли, я даже найду, что на них купить, но я потрачу всё. Я потрачу всё под ноль. И у меня так получается, что я сначала покупаю то, что мне приятно, но не необходимо. А потом у меня возникает нехватка денег на необходимые какие-то вещи для детей. Там надо за интернет заплатить. И у меня на еду какую-то уже элементарную, мне уже потом не хватает. Вот такая вот фигня. И такая вот у меня инфантильная позиция к вселенной, что вот я потрачу, а ты вселенная вот думай потом, как мне их дать. И я поняла, что это, блин, нифига неправильно. Я должна делать свою часть работы, так сказать. А вселенная делает уже свою часть работы. И вот я пришла к такому выводу, что финансовая грамотность, она должна быть. Она должна быть, а не вот это вот, как много учат, дыши, медитируй, настрой вибрации. И вот, да, деньги будут приходить. Но я заметила в последнее время, что ко мне уже деньги не так охотно приходят. А я получаю просто какие-то вещи, предметы. Через других людей получаю уже сами предметы, без денег. Вот. То есть у меня доход остается прежний. Вот. А еще у меня такая была штука, что как только ко мне придет больше денег, чем обычно, я все хочу кому-то что-то подарить, заплатить. Каким-то подружкам что-то хочу вот дать просто. Хочется вот избавиться от денег, вы понимаете? Вот я теперь уже поняла, что я хочу от них просто избавиться. А вот у моей мамы, короче, наоборот. Вот. Она деньги уже давно научилась откладывать. Где-то на лет 35 вот начала откладывать. И она откладывала сначала маленькие суммы, потом больше. И у нее, чем больше у нее была подушечка, тем легче и больше, и проще. К ней начали приходить деньги еще больше, еще больше. А когда я еще ее научила вот этим знанием про управление реальностью, про мысли, как надо мыслить, так она вообще ей там дарят, ей там вообще очень так легче, намного стали приходить деньги. А, но у нее был такой фактор, что она была ужасной жлобихой для себя. Она себе жалела что-то купить, там, или одежду, или вообще все. Вот для себя она была жлобиха. Я ее там провела с ней умные беседы. Она стала на себя тратить. А, и когда она была жлобихой, она теряла деньги. У нее воровали, она теряла. Или какие-то необходимые такие появлялись траты. Очень много она теряла денег. Говорю, там, тысячами долларов у нее просто. То она и рюкзак с деньгами забыла в электричке. То у нее украли, то еще что-то. В общем, вот. А когда я ее научила тратить на себя, она перестала терять деньги. Понимаете, какая штука? Что надо еще и тратить. То есть, я говорю, мама, да, ты отложи. Но обязательно, вот пришла денежка, ты на себя потратить. Вот купи себе там то и сё, что-то вот приятное. А у меня вот наоборот. Я себе все приятное-приятное, а отложить мне нет. Я у мамы своей спрашиваю. Говорю, мама, вот научи меня, вот как у тебя так получается откладывать деньги. Говорю, вот что, я все время сливаю все до последнего, а еще и могу в долги залезть. Она говорит, понимаешь, Дотя, говорит, я чувствую больше радости от того, когда вот у меня подушечка есть. Говорит, я чувствую такую вот теплоту на душе, радость, мне так приятно. Чем, когда вот я потрачу и потом, говорит, грозу себя, что вот я слишком много потратила, а купила не то, что, ну, не сильно там необходимое, как бы. То есть, вот тут баланс нужен. Отложить и на себя чуть-чуть потратить. Вот так вот. Потому что, когда идет перекос, видите, вот у меня перекос в одну сторону, у мамы был перекос в другую сторону. А теперь мама немножко уравновесилась, а я еще нет. И вот такую штуку я практикую. Вот смотрю на объекты сначала своими глазами. Вот как я отношусь к деньгам, что я по поводу них чувствую. Да, денюжки хорошенькие, я их люблю, я их хочу. Приходите, я такая классная. Потом смотрю, перемещаю свое сознание в деньги. Смотрю на себя глазами денег. И что они говорят? Она все время хочет от нас избавиться. Она от нас избавиться хочет, понимаете? И это правда, это так и есть, вот. И это так прочувствовала, что я их не люблю настолько, что вот моя мама их любит, лелеет. Вот денюжки мои, вот мои хорошенькие в чулочке там лежат. А у меня если будет лежать денюжка, я найду тысячу желаний, на что их потратить, понимаете? И это самое, что вот. Надо прийти к такому балансу. Вот научиться вот отложила, даже с маленькой суммой. Вот в том-то есть секрет, что надо научиться откладывать сначала с маленькой суммы. Отложила, даже тех 10 евро, вот отложи, хоть чуть-чуть что-то. Это самое. Оно потом будет увеличиваться, увеличиваться. Секрет в том, что вот есть ощущение базовое, когда есть отложенные деньги, ощущение деньги есть. А когда вот их нет, а мы должны думать мысль все равно, что деньги есть. А так труднее думать, блин. Все равно мозг обман чувствует. А когда вот есть денюжка, уже легче думать, выбрать мысль, что деньги есть. Деньги есть. И вот на чувство вот этого спокойствия, самоощущение, что деньги есть, я та, у которой есть деньги. Деньги приходят легко, легко, легко. Вот, вот этим я хотела с вами поделиться. Потому что, говорю, вот эту тему с деньгами я все как бы не могу до конца. То есть доход не увеличивается, но получаю много всего там в этом, в товаре, в товаре, в общем. Вот такие вот дела. Пока, целую и обнимаю.